А вот какие инфекции могут атаковать казахстанцы в ближайшее время и готовы ли санитарные службы к обороне? Наш корреспондент Виктория Кучма встретилась с главным санитарным врачом страны, чтобы выяснить текущую эпидемиологическую ситуацию. Полиомелит – один из первых в списке заболеваний, на который брошены все силы Минздрава. В сентябре от вируса было привито почти 2 миллиона казахстанских детей. А с начала этой недели стартовала дополнительная иммунизация для приграничных регионов. Вспышка полиомелита – не единственная эпидемия, из-за которой пришлось волноваться медикам. Очаги опасных вирусных инфекций регистрировались в этом году по всей стране. Клещевой энцефалит в Южном Казахстане, ящуросибирская язва на севере, гибель половины популяции сайги на западе. А буквально на днях ЧП в Павлодарской области. Две школы ушли на вынужденные каникулы из-за вспышки гепатита А. Но это не повод для пессимизма, говорят в Комитете по санконтролю. Все дается в сравнении. Пять лет назад, если в республике болело 23 тысячи гепатита, а сейчас всего 5 тысяч. Это тоже много. Но здесь каждый раз расследование показывает, что руководители этого учреждения, директора школы не соблюдают элементарные правила. Статистика за год снизилась сразу по нескольким заболеваниям. В два раза сократились случаи бруцеллеза. Меньше стало больных гриппом, туберкулезом, ВИЧ и геморрагической лихорадкой. Снижение происходит за счет комплексной эпидемиологической программы. Внедряются международные стандарты, санконтроля, обеспечивается вакцинация населения. Казахстан ежегодно выделяет почти из республиканской бюджеты более 4 миллиарда тенге для приобретения вакцин. Этой вакциной все сертифицированы всемирной организацией здравоохранения. Я хочу еще раз подчеркнуть, что это действительно показывает экономический рост нашей страны. Многие страны, в том числе наши соседи, не имеют такой возможности. И они вынуждены, значит, постоянно искать спонсоров в числе ЮНИСЕФ, Всемирной организации здравоохранения. Они дают им вакцину. Этим летом по дорожной карте удалось отремонтировать 89 лабораторий. На вооружение специалистам поступает самое передовое оборудование. В нашу лабораторию поступило современное оборудование. Это ПЦР-оборудование, ИФА-оборудование. Помимо простых микроскопов, к нам поступили люминесцентный микроскоп, инвертированный микроскоп. Многие вирусы сегодня мутируют, становятся более опасными, говорят специалисты. О том, как противостоять эпидемиям, будут говорить 18 ноября в Астане. На встрече министров здравоохранения стран Шанхайской организации сотрудничества. Виктория Кучма, Мирбек Турмагомбетов, Дорин Сарипов, Национальный телеканал «Казахстан».